Зарубежные родственники Водянова Английские никсы, или скандинавские ноки, сродни нашему Водяному. Впрочем, они еще и с эльфами в родстве состоят. Перед людьми они чаще всего предстают в облике очаровательных юношей и девушек, с золотыми кудрями и улыбчивыми лицами. Хотя могут превращаться забавой ради в красивых, но бракливых лошадок. Они так поступают, когда им хочется развлечься. Одеты никсы очень пестрые. В головах у них красные клопачки. Выдают их чаще всего мокрые волосы и влажные пятна на одежде. Ведь никсы живут у воды, или даже в воде. Считается, что никсы стерегут тайные водные пути, по которым можно уплыть в волшебную страну, или даже на прекрасный эльфийский остров Авалон. Жители волшебной страны не очень-то жалуют людей, равно как и люди не очень-то жалуют жителей волшебной страны, называя большинство из них чудовищем или нечистой силой. И поэтому никсы охраняют тайные пути от вторжения непрошенных гостей. Будучи близкими родственниками эльфов, никсы изумительно играют на арфе, скрипке и свиреле, и буквально зачаровывают людей своей музыкой, и уют их стурно от дороги в волшебную страну. Если же человек оказывается слишком упрям и вдобавок недостаточно музыкальным, никсы попросту топят его. Впрочем, такое случается редко. Гораздо чаще в войну никса вменяется похищение детей. Дело в том, что живут никсы очень уединенно, а потому скучают. Просто не могут удержаться от того, чтобы не зазвать в гости какого-нибудь славного малыша, гуляющего по берегу речки. Почему именно ребенка, а не взрослого? Потому что взрослые или не верят в никсов, или боятся их, а потому попросту не пойдут к ним в гости. А если даже верят, то непременно попытаются использовать дружелюбие никсам для своей выгоды. Попытаются похитить их сокровища. Никсы сыгут богачами, или хотя бы попросят научить играть на арфе или скрипке. Дети же искренны и гораздо более отважны, чем взрослые, поэтому их общество кажется никсам более привлекательным. Иногда дети, попавшие в гости к никсу, исчезают навсегда. Это происходит в тех случаях, когда ребенок забывает дом и родных и отправляется в путешествие в волшебную страну, по тайному пути, к открытому другу никсам. Иногда пропавшие дети возвращаются через несколько дней или несколько лет, пропуская от себя юного гостя. Никс непременно его отдарит чем-нибудь из своих сокровищ и научит играть на всевозможных музыкальных инструментах. Но несмотря на это, никсы все равно пользуются дурной славой у взрослых людей. И в этом взрослых, пожалуй, можно понять. Как и многие обитатели волшебной страны, никсы боятся холодного железа. Поэтому, чтобы защититься от никса, достаточно иметь при себе что-нибудь железное. Нож, гвоздь или даже бубенчик, нашитый на одежду. Попав в гости к никсу, не следует ничего есть и пить, если не хочешь позабыть дома родных. И все, что было до встречи с никсом. Нынче настоящие никсы встречаются только в старинных легендах и сказках. Да и то частенько авторы, описывая никса, называют его эльфом или водяным. Но это еще не так уж страшно, если вспомнить, что на их родине в Англии последние три столетия старым никсом называли никого иного, как черта. Теперь вы понимаете, почему обитатели волшебной страны недолюбливают людей.